Здравствуйте, дорогие друзья! И с вами снова я, Евгений Тихонов. И мы с вами подошли к изучению 9 урока курса Java Starter. Тема нашего следующего урока – массивы. Хотелось бы отметить, что мы практически в каждой программе с вами встречали массивы. Но, возможно, и не предполагали, что мы их используем. Напомню, что мы писали такой метод, как main – точка входа в систему. Вот public static void main. В качестве параметров принимал string argus. Так вот, метод main в качестве параметров принимал массив строковых значений. Почему я сказал массив? Потому что мы явно использовали квадратные скобки, указывая системе на то, что мы будем использовать массив строковых значений. Изучив материал сегодняшнего урока, мы научимся создавать собственные массивы. Также научимся их заполнять некими значениями. Находить минимальный и максимальный элемент в массиве. Также разберем такие понятия, как одномерные, двухмерные и трехмерные массивы. Давайте вкратце попробуем описать, для чего же массивы были предназначены. Вот смотрите, у нас есть некая задача. Нам необходимо охранить 100 различных имен сотрудников. Как бы мы ранее решили эту проблему? Нам бы приходилось создавать 100 различных переменных под имена. String name 1. Alex, первый наш сотрудник. String name 2. Edward. И так далее, и так далее в критале. То есть мы под каждое имя создавали отдельно переменную. 100 различных переменных. Представляете, как это неудобно. Приходилось бы создавать 100 различных переменных, мы загружали бы память и плюс еще при этом, код этот невозможно было бы прочитать. Так вот, мы можем создать массив. И заполнить массив этими именами. 100 имен можно поместить в один всего лишь массив. Теперь нет необходимости создавать 100 переменных. И давайте сейчас мы перейдем к следующему нашему слайду и более подробнее поговорим о массивах. Обратите внимание на всем знакомые наши байты. В данном случае не просто байт, это массив байт. Почему массив? Потому что каждый байт идет непосредственно друг за другом. 863, 4, 5, 6, 7 и так далее. Но при этом только 3 байта выделены фигурной скобкой. Почему же так произошло? Потому что мы явно указали системе, что выделили, пожалуйста, в нашей планке отзыву память по 3 элемента. Вот у нас идет первый элемент, второй элемент и третий элемент. При этом мы будем обращаться к ним не по адресам 864, 65, 66, а будем обращаться по индексам. Хотелось бы отметить, что если у нас элементы идут 1, 2, 3 и так далее, начиная с единицы, то индексация начинается с нуля. Чтобы обратиться к первому элементу, нам необходимо в системе сказать выведи, пожалуйста, содержимое нулевого индекса. И мы понимаем, что это первый элемент имеет свой индекс 0. Чтобы обратиться ко второму элементу, мы должны написать индекс 1, к третьему, соответственно, индекс 2. Как вы видите, всегда на единицу меньше, потому что мы начинаем индексацию с нуля. Стоит запомнить, что в массивах индексация начинается с нуля. Если в реальной жизни мы когда считаем что-либо, мы начинаем с единицы, то в программировании, собственно, в массивах мы будем начинать с нуля. Чтобы узнать содержимое, например, третьего элемента, мы обращаемся ко второму индексу. Что же такое массив? Давайте подумаем. Массив это именованный набор однотипных переменных. Однотипных, значит у нас тип должен везде использоваться одинаковый. В данном случае у нас целочисленный тип идет. 10, 20, 30. Если мы вместо 20 попробуем записать строковый тип, текст, например, у нас возникнет ошибка. Потому что система скажет, вы же явно указали, что мы используем тип байт. Зачем вы пытаетесь мне написать тип стринга? Так как у нас язык Java строго типизированный, то мы должны явно указывать определенный тип. Например, в языке программирования JavaScript, так как он является динамически типизированным, то такое действие система пропустила. А вот в Java это недопустимо. То есть массив это именованный набор однотипных переменных. Как вы видите, у нас однотипный набор переменных. расположенный в памяти непосредственно друг за другом. Мы не можем записать вот эти два элемента, начиная вот отсюда. У нас такую систему не пропустят. Они должны находиться как единое целое. Так же самое, как и биты. Вот 8 бит это 1 байт. Мы не можем сказать, что 6 бит и 2 бита отдельно это будет 1 байт. Нет, такое нельзя. Доступ к элементам у нас осуществляется по индексу. Первый элемент, значит у него индекс 0. Второй элемент, индекс 1. Всегда на единицу меньше. А что же будет, если мы захотим обратиться к третьему индексу? Соответственно это якобы четвертый элемент. Но мы же указали, что у нас 3 элемента. Как вы думаете? У нас будет ошибка. В данном случае ошибка не компиляция, а ошибка времени выполнения. Runtime Error. Runtime Error. Ошибка будет следующего рода. Что вы вышли за пределы массива. Мы указали, что у нас будет только 3 элемента. А сами попытались обратиться к четвертому элементу. Это у нас ошибка. Так вот, что же у нас в данной конструкции отображено? Мы сначала указали, что у нас будет массив. Типа байт. Вот эти 2 квадратные скобки указывают следующее. То, что мы используем определенный тип. Под байт у нас в системе выделяется 1 байт. Соответственно, выглядит это следующим образом. Первый элемент. Второй элемент. И третий элемент. Если бы мы использовали тип short, то захватывали 2 байта. Потому что под тип short выделено в памяти 2 байта. Вот мы создали массив. С именем Array типа байт. Хотелось бы отметить, что тут написано Array. Конечно же, можно написать вместо Array и другое имя. Практически любое имя, кроме зарезервированных слов. Можем написать вот Ar. Так же не будет ошибкой. И присваиваем следующее. Мы пишем ключевое слово New. При создании массива с помощью New все элементы в массиве автоматически инициализированы нулевым значением. Потому что мы используем примитивный тип данных. Простой тип данных. Байт. Соответственно, если мы напишем вот так вот 3 элемента и якобы их не инициализируем, то у нас будет тут вместо чисел нули. Ну, к этому мы еще подойдем. Хотелось бы отметить, что мы, когда используем ключевое слово New, то мы создаем объект. Помните, что наша система, грубо говоря, делится на отсеки. Следующие. Наглядно выглядит так. У нас идет стек. Стек мы разбирали на прошлом занятии. Стек работает по принципу LIFO. Last in, first out. В нем хранятся примитивные типы. Простые типы данных. 8 штук. Это такие как byte, short, int, long, char, boolean и float, double. Помимо этого, в стеке хранятся ссылки на объекты. А где же объекты находятся? Они находятся в куче. Куча это у нас heap. Ну, куча делится, конечно же, на три еще вещи. Это young. Сначала идет eden. Young и old. Объект. Но это мы пока затрагивать не будем. Просто будем считать, что у нас есть стек и heap. В heap помещаются объекты. В данном случае, если у нас массив является объектом, то он помещается в heap, в кучу. А обращаемся мы через ссылку. Ссылка у нас будет array, который находится, грубо говоря, в стеке. То есть через array мы будем обращаться в кучу, чтобы узнать значение массива. И третий отсек в java есть. Это perm generation. Либо же static context еще называют. Но про него мы тоже поговорим чуть позже. Сейчас просто для себя выделим, что есть такие понятия, как стек и heap. Это касается памяти. В heap помещаются объекты. Объекты, когда мы пишем ключевое слово new, мы создаем объект. Вот в heap они находятся. А в стеке находятся простые типы данных. Такие как byte, short и другие. Помимо этого ссылки на объекты. Так как у нас массив объект, стекка ссылаемся на объект в кучу. Так вот, мы создали массив с именем array типа byte. И выделили в памяти три элемента. Нулевой индекс, первый индекс, второй индекс. Вот мы с вами разобрали вкратце, как массив выглядит. Смотрите. Первый элемент, второй элемент, третий элемент. Индексы 0, 1, 2. И имя у них, соответственно, одно и то же array. То есть не так, что нулевой индекс имя array, первый индекс array, второй индекс array. Оно идет общее сразу же. Нам нет необходимости все время создавать новые имена. Давайте сейчас перейдем в среду разработки IntelChede и рассмотрим данный пример. Как же можно инициализировать его, чтобы у нас были значения 10, 20, 30. Напомню, что по умолчанию у нас значение 0 в примитивных типах данных. Примитивных, значит, простых. Их 8 штук. Перейдем в среду разработки. Пример номер один посвящен массивам. На девятой строке мы создаем массив целочисленных элементов. Почему целочисленных? Потому что мы явно оказали, что у нас тип будет использоваться integer. Целый тип. Поставили квадратные скобки. Явно указывает, что у нас массив. И имя массива будет array. После чего ставим знак присвоения. New int 5. Данное выражение гласит следующее. Мы обращаемся к системе и говорим. Выдели, пожалуйста, в нашей планке отзыву место под 5 элементов. Вот мы указали, что 5 элементов будет. На 13-й строке мы обращаемся к массиву array. То есть по имени. После чего мы хотим изменить первый элемент. Первый элемент. Его индекс 0. То есть первому элементу присвоим значение 10. Второму 20. Третьему 30. Четвертому 40. И пятому 50. Помним, что индексация начинается с 0. На 21-й, 22-й и 25-й строке мы выводим на экран содержимое массива. Давайте с вами запустим и посмотрим. 10, 20, 30, 40, 50. Все верно отобразило. А вот теперь мы и проделаем следующую операцию. Я уберу 13-ю строку. Попробую узнать содержимое элемента по индексу 0. У нас скорее всего будет значение 0. Все верно, 0. По умолчанию система дала значение нам 0. Мы вернемся обратно. Давайте вернемся в нашу презентацию. Индекс массива это целое число. Индексация у нас идет начиная с 0. То есть у нас будет нулевой индекс. Это мы обращаемся к первому элементу. Второй индекс, соответственно, будем обращаться к третьему элементу. Чтобы заполнить первый элемент, нам необходимо обратиться к нулевому индексу. Вот мы явно обращаемся, присваиваем значение 10. А индексы 1 и 2 по умолчанию хранят значение 0. Как же создается одномерный массив? Еще раз вспомним. Сначала мы указываем тип элемента массива. У нас будет тип байт. После чего мы ставим квадратные скобки. Явно указываем то, что это будет у нас массив. После чего пишем имя массива. Напомню, что имя массива, array, не обязательно написать. Можем и написать R. Можем любой текст написать. То есть мы можем практически любым именем назвать наш массив. Кроме слов, которые находятся в резерве. Ставим знак присвоения. И далее у нас выражение, которое создает массив. То есть мы явно говорим, что будет в системе выделена память под три элемента. Тип у нас байт. Соответственно, один байт будет выделено под элемент. Перейдем к следующему слайду. Мы проделали некую операцию. Сначала мы создали массив с именем array типа байт. И выделили в памяти размерность три элемента. Заполняем нулевой индекс 10. То есть мы заполнили первый элемент. А у него индекс 0. Второй элемент. Индекс 1. И третий элемент. Индекс 2. 10, 20, 30. Чтобы вывести на экран, мы обращаемся по имени и выводим соответствующий индекс. Сначала мы указываем имя массива, после чего индекс. Первый элемент хранит себе индекс 0. Или выведет на экран 10, 20 и 30. Это мы с вами рассмотрели массив типа байт. Что же будет, если массив будет типа short? Обратите внимание, когда мы указываем в системе, что у нас тип будет short, то, соответственно, под short выделяется 2 байта. Вот видите, в планке ОЗУ выделилось 2 байта под один элемент. Short один элемент, 2 байта. Еще 2 байта, 2 байта. Индексы у нас идут так же. Нулевой индекс содержит в себе 2 байта. Первый индекс 2 байта. И третий индекс тоже 2 байта. Если мы ранее рассматривали тип байт, то всего лишь в памяти выделялся 1 байт. Конечно же, если тип short, то 2 байта. Если мы используем тип integer, то у нас будет следующее выражение. То есть индекс 0 будет и хранит в себе 4 байта. Так вот, смотрите. Первый элемент. Значение 10, 20, 30. Обращаемся по индексу 0, 1, 2. Вот мы заполняем аналогично. Обращаемся к имени. Указываем соответствующий индекс. И что мы хотим туда присвоить. 10, 20, 30. Давайте сейчас вернемся в среду разработки Intel HD. И рассмотрим, как же можно по-другому заполнять значение массива. Все время явно вот так вот указывать не совсем удобно. Если у нас будет выделено в памяти под 100 элементов, все 100 элементов заполнять руками, сами понимаете, что это проблематично. Вот пример у нас номер 2. Как можно осуществить заполнение массива. На седьмой строке мы создали массив целочисленных элементов с именем array и сказали, что у нас размерность будет 5. На десятой строке мы используем цикл, цикл for, для того, чтобы заполнить массив. Сначала мы указываем имя счетчика i, присваиваем ему начальное значение 0, после чего у нас идет проверка. i меньше arrayLength. Array.Length. Что же это такое? Это у нас определяет длину массива. Соответственно, то, что мы указали 5 элементов, размерность, arrayLength хранит себе число 5. i++. Изменение нашего счетчика. Переходим на одиннадцатую строку и смотрим, что же у нас происходит. Array с индексом 0. 0 умножить на 2. В первом элементе будет у нас значение 0. То есть по индексу 0, 0. Далее, следующий шаг. Проверяем условие. 1 меньше 5. 1 плюс плюс. Array с индексом 1 будет хранить себе 1 умножить на 2. 2. И так далее, и так далее. Давайте с вами запустим дебаггер и посмотрим, как же система реагирует. Вот, заметьте. ArrayLength сразу же система указала, что у нас будет 5. И по умолчанию, за счет того, что мы указали, что у нас будет new, то есть объект, у нас по умолчанию дает значение 0, 0, 0, 0. Отрабатываем 10-я строка. Цикл. Смотрим. Array с индексом 0 у нас. Будет значение, соответственно, 0. Следующий шаг. 1 умножить на 2. 2. Второй элемент с индексом 1 хранит в себе значение 2. Следующий шаг. 4. 6. 8. После чего проверяем. 5 меньше 5. False. Переходим на 15-ю строку. И сейчас мы попробуем вывести на экран содержимое массива. Для этого также мы обращаемся к некому условию i меньше ArrayLength. То есть мы должны пробежать каждый элемент массива. Давайте это сделаем. Обращаемся к нулевому индексу. Array 0. То есть форма записи вот такая. Array 0. Что же оно в себе содержит? Оно содержит в себе значение 0. Перейдем в консоль и посмотрим, что вы видите на экран. 0, 2, 4, 6, 8. После чего проверяем. 5 меньше 5. Все, мы полностью пробежали все содержимое массива. Переходим на 22-ю строку. Хотелось бы заметить. Мы ранее разбирали с вами три циклические конструкции. Такие как While, Do While, а также CycleFor.